И всем привет, ребят, с вами Амстер Байк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем играть в новом праздничном режиме, в режиме ДМА, на одном, а может быть даже на самом жестком вооружении, которое есть у нас на сегодняшний день в игре, которое мне очень сильно нравится, посмотрим, что оно покажет в новой праздничной ДМК, это вооружение Паладина Молота. С адаптивной перезарядкой, с устройством на молот, которое можно приобрести за кристалл и которое дает вам фулл баллон после уничтожения противника, то есть у вас есть возможность на постоянной основе быть с фулл баллоном и накидывать безумно большое количество урона по вашему оппоненту. Берем по резистам пока что Теслу Рикошет Молот, я честно не играл сегодня еще ни одной этой ДМК, я не знаю насколько это сложно и насколько потные чилы там играют, но почему-то я уверен в том, что это вооружение должно работать в ДМК, при том, что там еще у нас маленькие карты, и мы должны вместе с вами показать хороший результат. По дрону мы конечно же берем Кризис, это вооружение с любым другим дроном работает значительно хуже, тут конечно вы можете написать, что мол Ай Кризис опять донатер, но окей, я могу это принять, но сегодня мы попробуем реализовать на максимум это вооружение именно с дроном Кризис. Гиперион с этим вооружением работает тоже неплохо, но дает намного меньше результат, чем дает у нас результат Кризис. Надо запикивать на начатую катку, я хочу, чтобы меня закинуло в новую полностью, я сразу же заметил какое большое количество резистов там имеется от молота, для меня это не новость, не новость, 100% я знал, что там они будут, но даже против резов это вооружение должно работать. Так, ну и я перепикиваюсь и наконец-то запикиваюсь в новый бой, и это у нас тоже Иранчик, будем пробовать сейчас накидывать и смотреть, что у нас из этого будет получаться. Сейчас я конечно супер печальный молот промазал, при том, что он был очень и очень простой, но ладно, ничего страшного. Первые 2 кила есть, грамотные овердрайвы на прожатиях, это то, что нам нужно сегодня, и я надеюсь, что это должно работать, это должно у нас вместе с вами получаться и реализовываться. Так что работаем, пробуем и даже может быть чуть-чуть обращаем внимание на выпадение золотых ящиков, потому что голдов здесь должно быть много, шанс выпадения голдов у нас увеличен, поэтому на них тоже будем делать своего рода акцент. Кстати, в этой катке я бы сказал, что не такое большое количество резистов имеется у нас от молота, и уже первую десятку за одну минуту киллов я делаю. Знаю, что были ребята, которые сегодня играли в этом режиме на паладине с устройством, которое называется, блин, я забыл название, которое рикошет у нас супер на дальность дает, не гелиус или гелиус, как оно называется, боже, я забыл, короче. Но вы поняли, о каком устройстве я говорю, рикошет, который супер на большом расстоянии пушит и быстро стреляет, и с ним тоже набивали здесь ребята очень большие цифры, поэтому по идее на молоте должно быть все примерно так же. Пробуем, реализуем, и бэмсим как можно больше киллов. Так что все, на фулл фокусе, меньше болтовни, больше работы, кидаем по диктатору. Пичку у хантера должно быть по идее пол хп, отлично, забираем его, полный баллон у меня есть, подниматься тип не будет, он в минусе, хорошо, или не очень, ну ладно. Так, пока что на нейтре катаем, смотрим где у нас есть противник, здесь я так понимаю, что время респа намного меньше, чем в обычном матчмейкинге, то есть здесь танк быстрее респится и быстрее можно его поймать, но желательно нам конечно попадать не против резиста, против резиста будет тяжело что-то сделать, молот еще с дуплетом здесь есть, у меня пока что 16 килов, второго всего лишь семерочка. Ну и конечно делаем акцент на голды, да, то есть на голдах 100% будет типы больше пушить и там уже надо на них тоже выкатывать и стараться реализовывать свое вооружение. Так, у меня появляется овердрайв, стоит ли его жать прямо сейчас, я думаю что стоит, да, прожимаем овер, чуть-чуть сейвимся, чтобы у меня если что не сбрили. Так, и теперь уже выкатываем и просто нитро ДД, работаем по легкой стратегии, ближе к противнику и потом уже просто ваншоты за счет того, что мы пробиваем вражеский танк. По сути корпус должен держаться очень легко за счет того, что у вас постоянно идет плюс по аптечке, ну и если вы там не попадаете на безумно большое количество противников одновременно, то вы спокойно выживаете и можете уничтожать под овердрайвом противничка. По рядом кстати я, можно сказать, попал, также было бы неплохо еще акцентировать внимание на центральную оверку, которую я сейчас конечно же профукал, ну и что-то как-то я особо сильно не вижу где падают голды. То есть голды у нас постоянно дропают, а где как-то с таймингом мне особо сильно не ведет, и это конечно плохо. Потому что если с таймингом здесь попадать на голдах, это будет очень и очень хорошо, можно будет дополнительные киллы иметь с противников, которые едут чисто за золотыми ящиками. Ну и вообще в принципе любая ДМка, в которой есть у нас голды, это знак того, что будет большое количество ребят, ну либо какой-то процент ребят, которые будут играть не на киллы, а будут играть именно на голды. И это отличная возможность для вас понабивать больше киллов и побольше поуничтожать противников. У нас прошло уже 5 минут, у меня 30 киллов имеется. Хотелось бы конечно сотку здесь сделать, но соточку сделать наверное супер тяжело, если это конечно не какие-то крипы против криповичков может быть, и можно и красивую сотку бенсануть. Ну, поофигеть, это что такое за прикол у молота. Нормально он так на диктаторе едет по красоте. Так, офигеть, я в упоре молот тормазал по типу. Какие-то лаги у нас, я не понимаю, что происходит с этой игрой. Так, 3000 урона, хорошо. 35 киллов у нас уже имеется. Ну, и еще одного я не забираю. 35 киллов. У второго места 17. Овердрайв на центре падает, у меня 70% овера и так имеется, но... Если бы забрал, было бы неплохо, конечно. Но я его, к сожалению, не забираю. 9.30 был овер, то есть, соответственно, следующая оверка будет где-то около 7.50. Надо будет сделать акцент на нее. И попробовать на нее тоже скатать. Что с этим диктатором происходит, честно, я не знаю. Выпадает целых два золотых ящика. Забираем раз, килл забираем. Еще. Блин, хотел сказать, еще один килл, но, к сожалению, я его не добиваю. 0 хп типа, он сливается. И где-то падают у нас золотые ящички. Так, один голд я вижу. Один килл за счет этого даем. Второй килл даем. Третий килл даем. Так, и сзади типа голд, и он даже не знает о том, что у него сзади золотой ящик. Ладно, хорошо. Если не знает, то я, пожалуй, его заберу. Еще пару киллов сделаю. На нитре быстро, на врывчик, и еще килл забираем. Так, поэтому молодому большого урона не залетел. Дабл килл хороший. Еще добавочка. Еще добавочка. Так, еще одна тычка по этому молодому. Аптечку вжимает. Ну, по идее... Блин, мог я его сливать, если честно. Надо его байтить на то, чтобы он спрыгнул вниз. Ну, либо добивать его, пробовать. Он, по идее, да, должен был быть коцаный. Хорошо, забираем его. Еще один голд. И у нас 49 киллов за 8 минут до конца. Есть шанс отличный сделать сотку. Отличный шанс на соточку у нас имеется. При том, что эта катка, знаете, не с какими-то там фулкрипами с маленькими званиями. А, в принципе, здесь конкурентно способные игроки, которые мне должны мешать и не давать реализовать как раз-таки эту соточку. Так, у диктатора есть овер. Но это, наверное, без шансовик. Пробуем сразу тогда забрать другого. За счет того, что у нас открываются типы под голд. Так, и падает еще один голд. 36. Всосал оверку на центре. Обидно. Забыл я про тайминг. Так, падает голд рядом со мной. Мне он сильно не нужен. И оглушение по мне срабатывает. Хорошо. Контролинг залетел от ребяточек. Ну и теперь нам надо забирать вот этого лазпика. Желательно за 2 выстрела стабильно взять этот кельчик. Аптечку можно сразу выжимать. За счет контроля центрального овера, конечно, здесь можно очень много киллов дополнительно плюсануть. Если чисто ехать и забирать каждый раз этот овердрайв. Ну, понятное дело, что и будут другие ребята, которые тоже будут в него въезжать. Но повысить себе количество овердрайвов можно очень значительно. Если вы умеете этот овердрайв хорошо контролировать. 60 на 13 идем. Супер хорошо. 7 минут до конца. Я иду к этой соточке. И это меня не может не радовать. Главное, конечно же, не расслабляться. Опять у молодого лагает здесь. Хорошо. Жигу сливаем. Ну и сейчас меня отправляет на резп. Неплохо. Неплохо. На центре начинает выпадать овердрайв. У меня при этом 86% уже имеется. Не сказать, что мне сильно нужен этот овер. Еще и два противника сразу вжимают свои овердрайвы. Ну и я, конечно же, просто аккуратненько забираю кильчики. Меня это вполне устраивает. Блин. То, что этот хорек прожал аптечку, это, конечно, плохо. Потому что если бы он ее не вжимал, можно было бы неплохо так покидать. Так, Хантер вжимает овер. Отлично. Улетаем на резп. Сейчас с резпа можно сразу прожать овердрайв. И попробую сделать как можно больше киллов. Желательно, конечно, с головой все это дело оформлять. Чтобы меня вдруг не слили. А то если сольют под оверкой, то будет обидно. Поэтому вжимаем примерно здесь. Ну и аккуратненько на нитрочке начинаем влетать по противнику. По идее, ваншотнуть меня здесь никто не может. А если ваншот не может залететь, то я могу спокойно ездить и свои ваншоты раздавать. Отлично. Хорошо. Овердрайв реализован. Ну и теперь нам остается только и добавлять. И еще раз добавлять. 77 киллов уже есть. 77 киллов уже имеется. Так. Так, и викинга, к сожалению, не добил. 78 киллов. 36 киллов у второго места. Ну, супер. Супер. Что я могу сказать? Супер. Очень хороший результат. Очень хорошая игра. Которая в очередной раз залагала. Молот без выстрела. Ладно. Хорошо. Хоть этим я забрал. Типа. Так. Еще одного забрал. И еще одного забрал. Вот этого сверху. Ах, не успел. Чуть-чуть. 82. 4 с половиной до конца. Оверка на центре. Блин, я завтыкал. Походу была. Опять. Опять только что была оверка. Ну ладно. Мы свои киллы дополнительные забираем. И, по идее, до сотки долететь должны вместе с вами. Так. Давайте вот этого молодого пробуем забрать. Хорошо. Плюс кильчик есть. Аккуратненько через лево попробуем забрать титана. Титан. Ах, ну какой молод просто подлюка. Зачем было давать выстрел по мне? Можно же было просто забрать ему титанчика. Зачем именно вот эти грязные оглушения вдавать? Я, честно, не знаю. Ну ладно. Окей. Выдаем выстрел ластовый. И пытаемся убежать от этого молодого, чтобы он меня не зареспил. Выдаем неплохой выстрел по викинговому грому. Добиваем его. Вика Жига вжимает овер. И я промахиваюсь. Три с половой минуты до конца. У меня 70% овердрайва. Совсем скоро уже должен выпадать еще один центральный овер. И, по идее, нам бы желательно было бы его забирать. Забирать. Забирать его. Молот с оглушением в очередной раз по мне залетает. Так. И у вас пожижечка тоже овердайв свой вжимает. Ваншот будет? Хорошо. Позиция, наверное, не самая лучшая. Но я здесь чисто остаюсь под контроль центрального овера. В надежде, что я его успею забрать. Ах, молот опять в спину прилетает. Ну ладно, хорошо. У меня и так 80% есть. Чуть надо поднажать. А то я что-то как-то подрасслабился. И с этими расслабончиками... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. С этими расслабончиками может быть все плохо. Я не успею долететь до той самой соточки, которую нам бы хотелось бы выбить тут. Так, один килл есть. Из ворота добавлять по васпику надо. Добиваем. Хорошо. 96 имеется. Только у меня вот единственное нет аптечки. Но мы, как говорится, не слабенькие, чтобы это не прожимать. Так. Отлично. Добавляем. 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 Добавлять надо еще. Снитры. Агрессивно. Вперед на пуши. Еще добавка. Еще добавка. Еще добавочка. И это 96 и 2 минуты до конца. И есть контактичек. Хороший. Хороший контактичек имеется. Васпика забрать будет вообще супер. Хорошо. Еще одного васпика забрать. Великолепно. Викинга. Викинга тоже. Супер. 99. Еще минута 40 в кармане. При том, что у меня там был тайминг, в котором ничего особо не получалось. Так. Пробуем влетать. Пробуем. Влетаем. Хорошо. Плюс келочек имеется. А, нет. Не имеется. Никакую не забрал. Боже. Мне показалось, что я забрал типа. Так. Ну и еще одна оверка по идее должна быть. На центре. Вот она падает. Блин. Как плохо. Как плохо, что я ее не забрал. Так. Главное аптекой сейвимся. Чтобы меня не унесло. Ох, хорошо. 101. Есть контактик. 101. Так. Ну и теперь осталось только за минуту долететь. Ну да хотя бы 110. уже было бы неплохо и интересно. Блин. Все выстрелы разрядил. И не уничтожил никого. Пробуем по хантеру накидку. Хорошо. Хотел он меня взять на слабо, можно так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой. Этого молодого мы знаем. Ой. Все равно залетело по нему. Я надеюсь, что он сильно не обидится на меня. За то, что я ему такую плюшку тушил. Тушил. Так. Ну и 107 килов. 25 секунд до конца. До еще одной оверки я не дотянул. Блин. Ну если контролить на центре оверки, его контейнер падает. Может я его заберу? Нет. У меня здесь есть фантома. Ну мы его тоже неплохо, если я бы его забрал. Если контролить оверки на центре, тут конечно можно давать намного-намного больше килов. Даже против большого количества резистов. И даже против неплохого противника. Но в целом 109 килов. 13 тысяч кристаллов в закатку. Я считаю, что это очень и очень хороший результат. И та комбинация, которую я на сегодняшний день считаю, ну наверное лучшей, либо одной из лучших комбинаций, сработала очень и очень хорошо. Так что если вы вдруг играете в дмку, если вы хотите поиграть на чем-то жестком, и у вас есть подобная комбинация, то обязательно берите ее. Пробуйте. И нагибайте. Ну и пишите конечно, что вы думаете по поводу этого паладина молота с адаптивной перезарядкой. Поддержите видео с лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кемо личный тег это тег ТМП. Установите его, поддержите меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. По этому поводу информация вся есть в описании. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.